Всем привет! С вами магазин www.youtube.ru. Меня зовут Загил Федель. Сегодня я вам расскажу про рюкзак Novotour Tibet 80 V2. Это вторая резьба рюкзака. Так, рюкзак. Универсальный рюкзак для любых походов, горных, пеших, выжданных. Можно куда заходить и куда можно с ним и идти. Рюкзак из ткани более опсфорд, с рюкзаком. Усиление тоже есть. Из ткани, по-моему, хай-тек, как они называют эту ткань. Затем, подкресная система у нас из рюкзака. Основу кресной системы составляют две бюралюминиевые лапы, которые вставлены со специальными карманами. Вот здесь на конца лапы. Сейчас опять мы вытаскиваем, можно посмотреть. Вот такая лапа. Она уже с профилами, сразу профилирована. То есть, если что, вы можете ее перегнуть как-то. При вставлении лапы обратно нужно было попасть в специальный карман, чтобы она не была вставлена до этого. Еще это на липучке. Рюкзак здесь плавная. Рюкзак происходит при помощи двух пряжек, которые... расширены на основании. Вот фастор находится у нас. Какой-то очень сложный. Вроде юроклекс. Он как-то сложно открывается. То есть, чтобы открыть фастор, мне нужно надавить практически до конца. Потом вот открывается. Так, на липучке. При помощи двух пряжек, которые пришиты на основание. То есть, плавную липучку так ослабили пряжку. Блок крючевых ремней единый и, как по рельсам, ездит по лампу. На нём с той стороны с обратной кармана, вот так вот сфиксировали эту нужную гляну, прилипили обратно, пряжки перегули, всё у вас будет отрегулирована высота. На внутренней части всех поверхностей, которые касаются тела, такая крупная сетка с крупными отверстиями. Сетка здесь для того, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и лучший теплоотвод. Затем также у нас есть здесь стропы противооткидывателя, причём стропы закреплены рядом с латами силовыми, а не так, как обычно. А можно их над латами греть, чтобы нагрузку приходилось над латами. Здесь они закреплены рядом. Плотность плечевых ремней, к моему мнению, недостаточно для закатого объёма. Здесь буквально где-то около 4 мм, наверное, пенка, ну или там одной плотности такой не слили. И ещё есть тоже пенка, но уже более мягкая. Поэтому всё это быстро очень страннуется, стопчется. Так, есть грудной стяжной ремень на пластексе. Также есть у нас Д-образные пальцы. И вот тут можно, есть вот такие ремешки, которые вы можете использовать для разгрузки рук. То есть вешать только рука сюда, у меня не залазит. Не знаю, видимо, могут пальцы туда вот так, можно пальцы вешать и разгружать немножко руки. Ну, кому-то это удобно, кому-то неудобно. Затем вся культура здесь, я сказал, вся культура здесь бюрофлекс. Стропы ходят плавно, без закусываний, всё приближится, всё отлично. Затем поясная, поясничный подпор здесь очень толстый, довольно толстый. На поясе, пояс сшит вот так комбинированная ткань. Верхняя часть это опция, нижняя часть сетка. Вот обычно комбинируют наоборот почему-то. То есть снизу ставят ткань, а здесь вот так делаем. То есть когда вы поставите ремзак на грязную поверхность, пояс, то есть на поясничный подпор. Вот есть вот здесь ткань снизу, да? А она с самого пояса уже нет. То есть вот эта ткань основана для того, чтобы, когда вы ставите ремзак, не пачкался этой частью. Ну, видимо, на поясе всё-таки они посмотрели там. Здесь же есть у нас такой вот шильдик с надписью дермочехол. Сейчас мы достанем, сразу посмотрим, где ремочехол. На молнии такая удобная ухватка с красным полукольцом пластиковым. Ну, она реально очень трудная. То есть вот я не знаю только, когда вы поставите ремзак, например, где-то в транспорте или в электричке, то вот эта ухватка, она может зацепиться очень легко. Допустим, на эскалаторе. Бывает часто где-то где-то ведро. Ну, не часто, но бывает. Вот такая ярко-красная накидка. Карман. Объем кармана достаточный. То есть не надо там пальцы засовывать на нашим карман. Сюда будет еще что-то даже засунуть. Так, ну, в спине, в принципе, всё. На фасаде ремзака у нас в основной части расположен вот такой карман сетки, объем которого ремкулируется при помощи эластичного шнура. Вы можете использовать сам эластичный шнур как для закрепления чего-либо. Какой-то одежды, дождевика, топсовки или литровки. Либо можете упаковать всё это дело в карман сетки. Объем кармана достаточно большой. Можно положиться какие-то мокрые вещи. Они у вас по ходу оплатки, например, или в правую штуку. Она, по ходу, проветрится. Не будет, знаете, вы снимете это внутри. Силовая ручка. Она обшита стропу, которая ведет в упорек свой рюкзака. Закрепка силовая здесь. Зигзагом сделана. Ручка обшита тканью. Внутрь вставлена какая-то пенка, видимо, полосочка пенки. Очень удобная хватка ручек. Внизу тоже есть еще одна силовая ручка дополнительная. Также обшита тканью. Есть два окрепления для горного оборудования. Вот эти две петли внизу. И на верху такие стропки с такими бряшками. Вот они у меня вызывают сомнения очень. Для диксации оборудования. То есть они очень плохо держат. То есть я даю на грузку порядка, наверное, трех килограмм. Буквально вот. Может быть, это вот пять килограмм. И все, бряшка ослабляется. Также ее можно просто потерять. Но вы ее снимете, если приобретете рюкзак, бряшку снимаете и убираете в какое-то место. А при надобности уже потом используете. Так, у нас рюкзак делится на два отделения. Здесь вот вход. Есть второе отделение на двухзамковую молнию с этими же удобными уплотками. Насколько я ошибся, у нас нет разделения. Рюкзак не делится на два отделения. А если это просто, то это вход в основное отделение рюкзака. Все это понадобится в космос. Молния ходит нормально, хорошо, без закупки. Затем, есть у нас на боковой части рюкзака две утяжки, которые регулируют объем рюкзака. Также позволяет, служит одновременный прибежон для дополнительного груза. Объема свободной ленты здесь достаточно для обвлекления стандартной ленты Ежевской. Есть внутри карман, который, ну так называем, спухающий карман. Объем кармана, вот он так, выворачивается. Объем кармана был примерно такой, вот здесь литр, наверное, на скидку. Литр на 7, наверное, 6-7 литр. По моему мнению, здесь можно было купить еще одну какую-то утяжку, потому что это все вот так будет до борщицы вмешаться. Внизу боковой части у нас карманы сетки. Сюда вы можете положить концы каких-то каркасов или вытачек каких-то зеленомерных предметов. Затем, вот усталость еще на скульсиновую взорку, идет светоотражающий такой кончик. То есть вы будете более заметны в темноте, в сумерках, при свете фонаря. На клапан сверху клапана есть эластичный дно, который, в первую очередь, служит для тяжкого объема клапана. Вот таким образом, когда у вас палку пустой. Также вы можете всегда закреплеть какие-то, например, склансы или что-то такое легкое, не тяжелое. Ну или футболку, или ведро, или толстовку. То есть одежду, какую-то небольшую одежду, которая вам может пригодиться при переходе. При переходе. Так, на молнию у нас нет здесь никакой защиты. То есть двуноковая молния, также с этими удобными выхватками красными. Объем клапана достаточно большой, чтобы положить сюда какие-то вещи первой необходимости. Внутри клапана есть вот такой вот карабинчик с ключами. То есть вы его отстегнули, ну кольцо и карабинчик. Для фиксации каких-то мелких ценных вещей. Затем, клапан со стороны спины у нас крепится на трех резюмировочных пряшках. Ну длинной, длина стропы тут порядка 25 сантиметров. И с внешней стороны на двух фатексах. Внутри клапана есть карман для документов. Причем карманы нужно поместиться реально только, наверное, в Куаруку Спартос и Парагалку. Очень небольшой обеих карманов. Под клапаном есть еще одна стяжка силовая. Стяжка нужна для дополнительной фиксации тубуса, когда он полный. Ну, либо просто для фиксации какого-то отдельного груза, вот в лапу. Тубус. Высота тубуса достаточно большая. Здесь много плантов объем. Такой высотой тубус. Порядка 35 сантиметров. Притягивается в бутус с одного раза. Довольно легко. Фиксатор, дюрофлекс тоже. Неплохо происходит фиксация здесь. Затем внутри у нас кармановый микрофлак, внутри у нас ничего нет, в принципе все, также есть и здесь утяжка, то есть две утяжки с стандартной схемой. Так, это был рюкзак, но вот тут Тибет 80, вторая версия. С вами был Тибетшоп.ру, меня зовут Завел Федель, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всего доброго.